Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и прямо сейчас позади меня находится 6 маленьких сундуков. И я думаю, что по этим маленьким сундукам можно понять, что сегодня что-то будет связанное с пикселями, с маленьким, с уменьшением и так далее и тому подобное. Если вы так посчитали, то вы абсолютно правы. Сегодня ко мне в голову пришла гениальная бизнес-идея. Я открою в своей деревне жителей, что... Ну вы, наверное, уже все по названию прочитали. Правильно, магазин. Но не обычный, а самый-самый маленький магазин, который у меня только получится построить. Смотрите, в этих двух сундуках лежит все для того, чтобы его построить, а в остальных лежат товары. Пока что я их полить не буду, покажу чуть попозже, чтобы было интереснее. Ну а пока что давайте возьмем с вами все предметики для постройки магазина и выберем самое лучшее место для того, чтобы его построить. Во-первых, это две конфеты. С помощью одной я уменьшаю, всем привет. Ну а с помощью этой я снова становлюсь обычного роста. Слушайте, на самом деле я думал построить магазин здесь, но пока начинал, передумал, потому что вот это вот у нас самая проходная улица. В деревне тут постоянно кто-то тусуется. Вон, например, смотрите, персонаж. Я надеюсь, пока я буду строить свой самый маленький магазин в деревне, меня никто не раздавит и не растопчет. Так что уменьшаемся. Я уменьшился. И давайте для начала построим небольшую дорожку для того, чтобы... Надо было сначала дойти до этого места, а потом уменьшаться. Ну так вот, давайте построим небольшую дорожку, чтобы к нашему магазину было удобно проходить. Я думаю, что, в принципе, вот такой вот длины достаточно. Вот так вот положим сюда маленький гравий. Да-да, не удивляйтесь. То есть то же самое, что вот эта дорожка, только это маленький гравий. По нему вот так вот удобно ходить. Абон, ты чё такой маленький? Житель, дело в том, что тут кое-что строю. Ну ладно, хорошо. Я не могу уже скрывать, хочу со всеми поделиться в этой деревне. Я строю самый маленький магазин в деревне. Чего? Ты сейчас серьёзно, Камбон? Вау, а чё там будет продаваться? А это пока что секрет, но намекну, что самые маленькие предметы. О, так это отлично, я сейчас тогда пойду и всем в деревне расскажу. Через сколько ты закончишь? Ну, мне нужно на постройку не более 10 минут. Я в этом деле профессионал. Тихо, только меня, пожалуйста, не раздавите, пока я это устрою. Итак, ребята, возвращаемся к постройке нашего магазина. Хм, какой длины будет прилавок? Я решил начать с него. Я думаю, что 4 блока, в принципе, достаточно. А по бокам у меня будут брёвна. Вот, смотрите, когда я стою на шифт, они увеличиваются. Я могу вам показать их в полной красе. Так, вот такой вот высоты будет наш магазинчик. Но вопрос, какой он будет ширины. Давайте подумаем с вами вместе. Я думаю, что, в принципе, квадратный магазин пойдёт. Ну, а чё, к сожалению, никакой нормальный декор мы тут сделать не сможем, потому что всё-таки это маленькие пиксели, и мы тут с вами очень-очень ограничены. Но, несмотря на это, магазин обещает быть реально классным и реально интересным. Поэтому давайте прямо сейчас выстраивать тут вот такие вот конструкции. Вот так, вот так и вот так. Короче, просто делаем коробку из... Посмотрите, ребята, им прямо интересно. Пока я тут устраивал каркас нашего магазина, собралась толпа зевак. Посмотрите, все стоят и смотрят. Сейчас ещё один придёт. Тихо, 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 тихо. Капец, ребята. Не, они меня так рано или поздно раздавят. Нужно срочно укреплять наш магазин. Поэтому давайте быстрее его доделывать, и уже начинаем тут что-либо продавать. Блин, тут немножко косякнул. Мимо поставил. Ничего страшного. У меня есть волшебная лопаточка, с помощью которой я могу регулировать все блоки. Так, вот тут вот тоже доделываем с вами стену. И всё, остался потолок, но у нас будет необычный. Сейчас я вам покажу, какой будет. У нас будет такая крыша магазина, очень цветастая, так как тяжело заменить этот магазин. Я придумал такую штуку. Смотрите, у нас будет красный, потом белый, потом красный, потом белый, потом красный, и снова беленький. Вот так вот. Теперь нужно забраться на крышу. На крыше мы просто продлеваем эти полоски, чтобы жителям свысока было удобно смотреть. Ребят, вы чё тут все собрались? Ну, Бот, мы хотим уже что-то купить. Я понимаю, жители, ну, пожалуйста, дайте мне несколько минут. Я уже вот-вот закончу магазин, потом буду раскладывать товары, вы обязательно у меня что-то купите. Не волнуйтесь, товара хватит абсолютно на всех, даже несмотря на то, что он будет очень-очень маленький. И вот пока я это говорил, я уже построил крышу. И вы только посмотрите. Ай, больно в ноге. Только посмотрите, какой красивый миниатюрный магазинчик у нас получился. Теперь самое время поменять там пол, потому что я хочу ходить тётки по гравию. Давайте уберём траву и будем устанавливать сюда вот такие вот маленькие пиксели гравия. Так намного-намного лучше и намного удобнее будет там ходить. Всё, теперь я готов принести сундуки и показать вам, что же за маленькие предметы я буду тут продавать. Ну, а вот эти самые предметы, которые я буду продавать, они реально очень маленькие. Например, посмотрите на эту скрипку. Давайте я вам что-нибудь сыграю. Вот так, вот так. Не, всё-таки игрок из меня довольно-таки плохой. И нет, я не буду продавать 6 предметов, я буду продавать гораздо больше. Давайте зайду в свой магазин, открою инвентарь, и вот такое количество предметов сегодня улетит на продажу. И если что, они все реально маленькие. Давайте я вам это прямо сейчас докажу. Отойдём куда-нибудь сюда. Например, кресло. Да, казалось бы, большое кресло. Реально в инвентаре оно смотрится большое. Смотрите, я его выкидываю. Отходим, отходим куда-нибудь подальше, чтобы его случайно не подобрать. И увеличиваемся до своих размеров. И вон, ребята, оно! Да-да-да! Оно настолько маленькое! И так абсолютно со всеми предметами. Поэтому я снова уменьшаюсь. Давайте подберём товар. Нефигом тут разбрасываться. Все предметы маленькие. И вот эти вот кресла у нас. И вот эта вот гитара. И рюкзачок. Всё нереально маленькое. Смотрите, помещается просто в один пиксель. Теперь это всё нужно разложить с помощью сундуков. А сундуки будут ещё меньше. Итак, давайте. Первый я поставлю куда-нибудь вот сюда. Отлично. И второй поставлю рядом. Мне нужно разместить 6 сундуков. Ещё двоечку я поставлю куда-нибудь наверх. Во! Просто идеально они встают. Правда, немножечко задержка. Они прогружаются долго, потому что они, ну, очень маленькие. Ещё два мы, наверное, поставим либо вот сюда, либо у входа. Не, всё-таки лучше у входа. Давайте один раз вести, я же смогу выходить. Да, отлично. Я настолько маленький, что спокойно смогу здесь проходить. Ну и сверху тогда давайте поставим ещё один. Зачем просто так разбрасываться местом? Лучше его заполнить сундучками. Давай грузить. О, всё, отлично. Прогрузился. Теперь погнали раскладывать прямо сейчас предметы по сундукам. Это будет непросто, потому что это маленькие сундуки. В них очень тяжело что-либо складывать. Но я попытаюсь, по крайней мере. Фух, всё, вроде разложил всё по местам. И теперь я готов. У-у-у, смотрите, ребята. Кажется, там уже пришёл наш первый покупатель. Здорово, житель. Нифига вас тут выстроилось. А чё, Камбот, это небольшая очередь. Нас тут немного. Да, но учитывая то, что я очень сильно уменьшился, вас просто дофига. Ладно, хорошо, всё. Объявляю магазин открытым. Итак, проходите. Житель, что ты хочешь? А что есть классного? Что есть классного? Слушай, по-моему, в этот сундук я складывал броню. Вот сюда вот я складывал еду. О, броня. Есть какая-нибудь красивая красная броня? О, житель, я спешу тебя обрадовать. Как раз-таки красная броня у меня есть. Держи. Вот она, только не раздави, пожалуйста. Просто я тебе кидаю её прямо под ноги. Подожди, сейчас примерю. А чё она не налазит? А есть размерчик побольше? Житель, какой размерчик побольше? Я напоминаю, это маленький магазин. Чего? Я не понял. Я хочу побольше размер. Житель, тут всё продаётся размером в один пиксель. Поэтому хочешь, покупай. Погоди, стой. Может, я неправильно надеваю? Ой, я порвал, кажется, нагрудник. О, житель, ну всё. Теперь тебе придётся заплатить за этот товар. Да ты чё, офигел что ли, Камбот? Он мне не по размеру. Я хочу товар побольше. Да, но ты его повредил, поэтому придётся заплатить тебе за него 6 изумрудов. Да тьфу, на тебя больше никогда не приду в тебя в магазин. Держи. А, ну ладно, житель. Давай, окей, пока. Блин, ребята, чё-то первый клиент какой-то, если честно, не очень. Он был недоволен моим товаром. Ну здрасте, а что я сделаю? Он взял, порвал мою броню. Естественно, это магазин. Маленький. Тут продаются маленькие предметы. Почему я не понимаю, он этого не понял. Ладно, следующий. Привет, Камбот. Что есть в наличии из еды? О, житель, из еды у меня есть, сейчас посмотрю. Слушай, её довольно-таки много. Есть бургер, есть напиток, мороженка, что хочешь. О, я хочу бургер, давай все, которые есть. Так, сейчас, секунду, достану. Пожалуйста, у меня имеется в наличии 3 бургера. Держи, с тебя 5 изумрудиков. Да, пожалуйста, Капот. Ну-ка, погоди. О, слушай, очень вкусно. Стоп, я чё, всё съел? Я ж не доелся. Ну, житель, здравствуйте. Ты вон какой огромный, а бургеры маленькие. Давай ещё тогда мне продавай. Извини, житель, осталось только мороженое и напиток. Чего? Да ты с ума что ли сошёл, Камбот? Я ж не доелся. Ё-моё, житель, да что с вами не так? Почему вы не понимаете, что это маленький магазин? Тут не будет огромных порций еды, гигантской брони. Тут всё маленькое. А ну, верни мне деньги. Какие деньги, житель? Ты с ума сошёл? Ты мне съел все бургеры. Верни тогда бургеры. Я никогда больше не приду в твой маленький магазин. Пока. Ну, житель, давай, пока, удачи. Так, следующий. Блин, ребята, чё-то бизнес у меня совсем не идёт. Уже два недовольных клиента. Это первая моя клиент, и они оба недовольны. Конечно, они сами виноваты, потому что пришли в маленький магазин и хотят больших товаров. Ну, не с ума ли они сошли? Ах, ладно, пофиг. Тогда с следующим клиентом нужно провести беседу. Так, житель, я хочу с тобой серьёзно поговорить. Только для начала мне нужно увеличиться, чтобы не раздавить свой магазин. Так, увеличиваемся. Житель, я хочу тебе сказать серьёзную вещь. Запомни, это маленький магазин, и тут продаются маленькие товары. Ну, это вообще-то логично. Вот, а то два предыдущих жителя такие, ой, чё-то размер не тот, ой, бургер не тот. Сами уже все товары использовали, поэтому предупреждаю, всё, что ты сейчас купишь, будет маленьким. Да, я это прекрасно понимаю, Комбот. Ну, всё чудесно, хотя бы новый нормальный понимающий клиент. Всё, уменьшаюсь назад, отправляемся в магазин. Итак, житель, что ты хочешь? Подскажи, пожалуйста, есть что-то для ремонта? Для ремонта, кстати говоря, есть лесенка. Ещё на всякий случай я из сундуков достал, помимо лестницы, предметы интерьера. Тебя они нужны? Не, не нужны Комбот, не для того, чтобы делать ремонт нужно. Вот лестница подойдёт как раз-таки. Житель, только я тебя предупреждаю, она маленькая. Маленькая эта лестница, ты понимаешь, да? Да, да, я понимаю, так даже лучше. Сколько с меня? А, ну всё, чудесно, держи лестницу, с тебя два изумруда. Ага, держи. Стоп, а чё за лестницу ты мне дал? Ну, всё, как ты просил, маленькая лестница. Подожди, дай-ка я попробую её, ой, я её походу сломал. Блин, житель, ну извини, другой лестницы у меня, к сожалению, нет, это была единственная. Ты чё офигел мне такой товар продавать маленький? Ну-ка верни деньги. Житель, да ты с ума что ли сошёл? Я же вообще-то тебя предупредил, что это будет маленькая лесенка. Но я не думал, что она настолько маленькая, верни деньги. Житель, я не могу тебе вернуть деньги, ты уже испортил товар, всё, точка. Значит так, значит не вернёшь её деньги, тогда получай. О, житель, ты чё, с ума что ли сошёл? Ты совсем офигел? Ты раздавил мой магазин? А ну-ка иди сюда, пошёл вон. Ребята, он сломал мой магазин, который я так долго строил. Так, жители, всё, магазин в деревне закрывается. Все уходите отсюда, я больше ничего не буду продавать. Блин, ну почему жители себя так ведут? Последний вообще разломал мой магазин в пух и прах. Смотрите, от него осталось буквально две стенки и чуть крыши. Почему жители не понимают, что приходя в маленький магазин, они получат маленькие товары? Ну что за бред? Эх, видимо, эта идея не прижилась в деревне номер 13. И мне действительно придётся взять просто и снести этот магазин. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, это маленькие магазины или что это? Здравствуйте, да, когда-то это был самый маленький магазин в Майнкрафте, но теперь это больше не магазин. Блин, очень жаль, а мы связались сюда, к вам ехали в деревню. Мы очень-очень далеко живём для того, чтобы закупиться. Мы были удивлены, когда узнали, что есть самый маленький магазин в Майнкрафте. Ну, к сожалению, эта идея здесь не прижилась, поэтому он закрывается. Ну, пожалуйста, продайте нам какие-то товары. Мы ведь очень маленькие жители, нам тяжело закупаться в обычных магазинах. Ну, раз уж вы так далеко ехали, то в принципе... Ладно, дайте мне минут буквально 10. Я сейчас быстренько восстановлю магазин и попробую вам что-нибудь продать. И всё, продано, всё, жители, последний товар был продан. Капец, ребята, я всё распродал, посмотрите, ничего нет, все сундуки. Их тоже продал, и у меня 4 стака изумрудов. Жители, спасибо, что закупились. Ой, так рады, что наконец-таки нашли самый маленький магазин в Майнкрафте. Открывайся почаще. Да-да-да, я обязательно построю ещё что-нибудь самое-самое маленькое. Блин, ребята, это прикольно, смотрите, сколько изумрудиков я заработал, это просто чудно. Это всё благодаря маленьким жителям. Ну как, они всё равно больше меня, чуть больше мой магазин, но им подошли мои маленькие товары. Посмотрите, какая толпа пришла ко мне. До этого было ещё больше. Но я всех обслужил, и они разъехались. Хух, ребята, теперь можно закрывать магазин. Всё, магазин закрыт, товаров больше нет. Ещё недавно я думал, что эта идея полная фигня, и магазин нужно скорее закрывать. Но нет, ребята, я его восстановил, конечно, немножечко по-другому, но восстановил, и успешно тут всё продал. Так, давайте я теперь назад увеличусь до своего размера, и магазин можно реально сносить просто одной рукой, вот таким вот образом. Та-дам, и магазина больше нет. Ничего страшного, положу его куда-нибудь себе в сундук, и потом при желании открою снова. Ребята, напишите в комментариях, как вам идея маленького магазина. Всё-таки этот магазин нашёл своего покупателя. С вами я прощаюсь, всем удачи, всем спасибо, всем пока!